Здравствуйте! Я Ива Афонская, филолог и литератор, поэтесса-художница. Я хочу обсудить с вами события в России. Только что закончилось Евровидение, на котором Россию представляла иммигрантка из Тжигистана певица Манижа. И этот выбор, как известно, вызвал массовые протесты зрителей. Руководство Первого канала, которое занималось выдвижением артистов на Евровидении, усиленно убеждало зрителей, что Манижа победила в результате зрительского голосования. Его выбрали зрители. Но то, что выборы были явно фейковыми, их иначе как фарсом назвать нельзя, было очевидно. И, организуя этот фальшивый конкурс, Первый канал даже поленился придать ему хотя бы видимость хоть какого-то правдоподобия. Так называемые выборы из трех артистов. Число конкурсантов явно ненормальное и просто смыкотворное и нелепое. Причем артистов тоже явно не лучших в стране. Голосование, которое заняло пару минут, в течение которых проголосовать всей страной и просчитать результаты всей огромной страны, невозможно чисто технически. И появившаяся моментально после голосования на сайте Первого канала статья с биографией Манижа, заготовленная заранее, как будто результат голосования был заранее известен. Все это явно показывало мошенничество этих якобы всенародных выборов. Во всенародную поддержку Манижи никто не поверил. Слишком явно было, что это не так. Не так сильно любят русские азиатских мигрантов, чтобы за них проголосовать. Идея песни, образ русской женщины, представляемой женщиной азиатской, выглядела крайне неуместно. Нелепый сценический костюм и имидж, производивший впечатление скорее карикатуры на русскую женщину и стремление ее осмеять, чем представить ее образ. Независимо от того, какие цели ставила себе автор, даже если ее намерения были положительными, то их исполнение явно не удалось. Сама песня Манижи, где не было ни мелодии, ни вокала, с плохо написанным текстом человека, плохо знающего русский язык и явно плохо умеющего выражать свои мысли, все это явно не могло понравиться большей части российской публики. И последовавшие затем массовые негативные отзывы и комментарии и протесты явно это подтвердили. Также официальные средства массовой информации пытались представить образ певицы, как никому неизвестной девочке-эмигрантке, которая разместила видео со своими песнями в Инстаграме, и они так понравились пользователям Инстаграма, что ее в результате послали на Евровидение. Ну, эта версия у меня лично сразу вызвала громкий и продолжительный смех. Я не так наивна, чтобы верить в историю о девочках, которые что-то там выложили в Инстаграм и после этого попали на Евровидение. Тысячи девочек что-то публикуют в Инстаграме, но на Евровидение их никто не посылает. Было очевидно, что за Манижей кто-то стоит и очень мощно ее продвигает. Инстаграм тут совсем ни при чем. И ее головокружительная карьера из Инстаграма на Евровидение произошла явно не за счет ее талантов, которых, я считаю, не наблюдается. Как говорит русская пословица, тайное становится явным. И информация о том, как попадают на Евровидение из России в наше время, и кто стоит за спиной Манижи, стала известной. Начнем с того, что двоюродная сестра Манижи работает на Первом канале. Собственно, на этом можно было бы и закончить. Этого одного достаточно, чтобы объяснить, почему именно Манижу послали на Евровидение и выбрали из тысяч других артистов и певцов России, среди которых масса достаточно гораздо более лучших. Но их родственники на Первом канале не работают. Но есть в биографии Манижи факты и покруче. Отец, работающий на Первом канале двоюродной сестры Манижи, соответственно, дядя Манижи, Акмал Усманов, по ее собственному признанию, ей больше, чем дядя, а заменил ей отца. Ее родители развелись. Это богатый бизнесмен, можно сказать, миллионер и человек с большими связями, не только в Таджикистане, но и в России. Он, а также отец Манижи, по ее собственным словам, были подрядчиками Санглутинской ГЭС, называемой «Стройка века», совместного проекта России и Таджикистана. Строительство ГЭС проводилось на деньги российской компании «Росатом», руководителем которой является заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также на деньги компании «Интеррао», принадлежащей Борису Юрьевичу Ковальчуку, сыну Юрия Ковальчука, близкого друга президента России Путина. Он же основатель компании «Национальная медиагруппа», управляющая телевидением и шоу-бизнесом в России. Эти два высокопоставленных лица, связанных с знакомством и бизнесом, с дядей Манижи и лоббировали певицу на Евровидении. Так что не талант Манижи, а ее родственники на самом высоком уровне были причиной выбора ее кандидатуры. Что касается связи ее дяди в Таджикистане, то он лично знаком со многими высокопоставленными чиновниками страны, а также с послом Таджикистана в России и даже с президентом Таджикистана. Так что семья Манижи далеко не простая. Вместе с послом Акмал Усманов поздравлял президента Таджикистана с днем рождения. Вместе с президентом страны в 2019 году Акмал Усманов приезжал в Российскую Федерацию на конференцию, посвященную сотрудничеству России и Таджикистана. В качестве представителя фонда «Наследие Евразии». Дядя Манижи является экспертом фонда, который занимался проектной деятельностью России за границей, а также касался вопросов интеграции мигрантов в Россию и занимался экономикой миграции. Неудивительно, что у столь высокопоставленных и богатых родственников находятся средства для продвижения детей к успеху. И теперь понятно, почему Манижа попала в рейтинг Forbes 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет. На какие средства она жила и пыталась сделать карьеру в Лондоне. Но там эта попытка кончилась неудачей. Зато в России деньги и связи значат больше, чем талант. Также Манижу поддерживает известная актриса Чулпан Хаматова, хвалящая публично ее талант и сделавшая ее представителем своего благотворительного фонда. Тут тоже все непросто. Чулпан Хаматова и упоминавшийся уже дядя Манижи лично знакомы, о чем свидетельствуют их совместные фотографии в аккаунте дяди Манижи. Так что, скорее всего, благотворительный фонд Чулпан Хаматовой получил дотации от дяди Манижи. Этим и объясняется ее восхищение талантом Манижи. И вообще тот факт, что они лично знакомы. В прессе описывается история о том, как мать Манижи, спасаясь от войны в Таджикистане, приезжает в Москву. И чтобы покормить пятерых детей, она, имея два высших образования, моет подъезды. Эти истории явно предназначены для того, чтобы растрогать и вышибить слезу из глаз доверчивых и добросердечных читателей. Но в настоящий момент мать Манижи совсем не уборщица, а генеральный директор и совладелец бизнеса компании Simple Play. Компания, чья связь с шоу-бизнесом видна уже в названии. Ее бизнес-партнер Артем Коромский также является владельцем компаний Young Group и Bruce, сфера деятельности которых продюсерская и организаторская деятельность в области искусства, концертная деятельность, организация концертов, организация концертов и звукозапись, что не случайно совпадает со сферой деятельности Манижи. Вы много знаете женщин, которые делали такую карьеру, из уборщицев, генеральные директоры и владельцы бизнеса. На Западе такое возможно, но вот в России маловероятно, не те социальные условия. Да и имея такого богатого и влиятельного брата, строящего стройки века, и поотечески относящегося к племяннице, странно было бы мыть подъезды. Неужели родной сестре и любимой племяннице помочь не мог? В семье Манижи несколько детей. Все ее сестры и братья преуспевают. Один из братьев владелец бизнеса. Второй учится в Академии НИДА, куда, как известно, простые люди, дети-уборщицы, просто так с улицы не попадают. Одна из сестер Манижи училась в Париже, в престижной кулинарной школе, обучение которой стоит очень дорого. Десятки тысяч долларов. И намного превышает доходы уборщицы подъезда. Сейчас она продолжает жить в Париже и занимается ресторанным бизнесом. Да и пребывание Манижи в Лондоне с попытками продвижения артистической карьеры на деньги от мытья подъездов явно не потянешь. Как и ее участие в различных песенных конкурсах в разных городах, начиная с 12 лет, и выпуск музыкальных записей. Так что реальность жизни семьи Манижи отличается от того образа, который пытались ей создать некоторые средства массовой информации. Эта семья совсем не простая. Также информация о ее предках тоже не представляется в полном истинном свете. Так, например, о ее дети говорится, что он был известным писателем Таджикистана, которому был также даже поставлен памятник. Да, это так. Но он был не только писателем, но также выпускником коммунистического университета в Самарканде, высокопоставленным чиновником партийной номенклатуры, лично знакомым со Сталином, руководителем горкома партии области, причем включая именно в 1937 по 1939 годы разгар Сталинских репрессий, и непосредственно участвовал в этом процессе, описывая расстрельные приговоры. Также сама Манижи в интервью рассказывает о том, что он был разведчик. Эти функции он выполнял во время своих зарубежных помонтировок под видом литературной деятельности. Так что высокопоставленные родственники на государственных партийных постах начинаются в семье Манижи еще с деда. Зная все это, становятся понятными причины выбора ее кандидатуры. И то, что эти причины далеки от музыки и уровня таланта. Напомним, что ранее, 9 мая, на парад победы в Россию приезжали президенты или представители многих стран мира, которых с каждым годом становилось все меньше, как результат политики Путина конфронтации со всем миром, приводящей к международной изоляции России. В этом 2021 году процесс дошел до крайней точки. На парад не приехал никто. На нем присутствовал только один президент Таджикистана. Да и то, приехавший решать свои вопросы и просить Россию о помощи, а не ради участия в параде. Даже руководители бывших республик Советского Союза не приехали. В друзьях России остался один Таджикистан. Последний друг. Является ли случайным совпадением приезд президента Таджикистана на парад победы 9 мая и одновременно с этим выдвижение кандидатуры таджикской певицы на Евровидение? Такие совпадения случайными не бывают. Музыку в России заменили политикой. И это, конечно, печалит. Кто-то может сказать, да что вы такое внимание уделяете какой-то маниже Евровидению? Это же такие неважные вопросы. Понимаете, дело не в маниже и не в Евровидении. Просто эта история показывает общую атмосферу и стиль жизни России в наше время. Как все продажно, подкуплено. И как при этом все сопровождается враньем и лицемерием. Попыткой выдать поставленных сверху лоббированных олигархами лиц за выбор народа. И это настолько во всем, что происходит везде. Не только в политике, но во всех сферах, вплоть даже до музыки. И смотреть на это гадко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok